К другим темам. С сегодняшнего дня в столице появились два новых маршрута. Троллейбус и автобус, которые соединяют телецентры с киносы с историческим центром Кишинева. Правда, временные. Транспорт будет курсировать 11 дней. Решение принято в связи с ремонтом на улице Алексея Матьевича. Между тем, в Кишиневе уже ездят пять новых троллейбусов, так называемых гармошек. Пассажиры довольны. Говорят, что это транспорт будущего. В настоящее время на улице Алексея Матьевича в периметре между Василием Александрием и Влайком Пыркалаб, где курсируют троллейбусы, соединяющие телецентр с Рыжкановкой и Чеканами, ведутся работы по ремонту сети водопровода. Чтобы не создавать неудобства горожанам, на время ремонта столичные власти запустили временный маршрут троллейбуса номер 10М, соединяющий центр города и телецентр, и аналогичный автобусный маршрут. Между тем, многие кишиневцы уже успели прокатиться на новых троллейбусах-гармошках, которые недавно вывели на маршруты. Говорят, получили приятные впечатления от поездки. По поводу троллейбуса, я считаю, что будущее уже в Кишиневе. Тут и можно и телефон зарядить, и согреться, и вообще очень круто. И тихо едет, и быстро едет. В троллейбусе можно заряжать одновременно 20 телефонов, то есть по одному USB-входу на каждые два сиденья. Людей радует и большое пространство. Новые троллейбусы рассчитаны на 150 человек. Для сравнения, обычные – максимум на 100 пассажиров. Сидячих мест в гармошке – 42. Пассажиры говорят, что в новом троллейбусе можно без проблем найти место для детских колясок и даже для велосипедов. В троллейбусе гармошки работают 8 камер видеонаблюдения. Все происходящее выводится на экран в кабине водителя. Так что в случае нарушения закона есть надежда найти виновного. Новым условиям рады и кондукторы. Так это как Мерседес, а то как Запорожье старое. Цвет, я не знаю, в Москве, наверное, такого света нет по улицам. Тут вообще как белый день, когда оба включают. В троллейбусе установлены четыре нагревателя, а летом салон будет охлаждаться кондиционерами. А тепло. Десять минут и в салоне. Сегодня даже заплакали. Говорю, нам разрешили до девяти, чтобы печка. Я же не виноват, что он так хорошо. Говорю, хорошо. Иду, говорю, водителю. Он выключил печки. Было только полвосьмого. Мы только отъехали оттуда. За десять минут было так жарко уже. На пять троллейбусов-гармошек муниципалитет потратил 315 тысяч евро. До конца года в Кишиневе планируют собрать еще 30 обычных троллейбусов.